В настоящее время проведена масса исследований для доказательства эффективности и безопасности альфа-адреноблокаторов. Доказательная база некоторых препаратов составляет сотни исследований. Переизбыток информации зачастую противоречивый, иногда не помогает, а затрудняет выбор. Внутри групповой выбор лекарственных средств и является основной целью моей специальности клинической фармакологии. Выбор на основании фармакологических свойств и доказательной базой. Настоящий доклад посвящен альфа-адреноблокаторам. На слайде представлена современная классификация альфа-адреноблокаторов. Они подразделяются на селективные и не селективные в зависимости от подтипа альфа-адренорецептора. Селективные альфа-адреноблокаторы имеют три поколения. Вообще, развитие фармакологической группы альфа-адреноблокаторов идет по пути увеличения селективности. Кратко отметим фармакокинетику альфа-адреноблокаторов. С ростом поколения растет биодоступность, приближаясь к 100% у представителей третьего поколения там селозина. Современные альфа-адреноблокаторы имеют достаточно длительный период полувведения и назначаются один раз в сутки. Все альфа-аденодреноблокаторы проходят печеночный метаболизм системой цитохрома P450. Продукты метаболизма в разных соотношениях могут выводиться как печенью, так и почками. Представители третьего поколения, прежде всего там селозин, в терапевтических концентрациях не влияют на системную гемодинамику. Среди побочных эффектов альфа-адреноблокаторов наиболее известна ортостатическая гипотензия. Отсюда следуют рефлекторные тахикардии. А заложенность носа здесь это не аллергия. Это следствие блокады альфа-адренорецепторов верхних дыхательных путей. Ну и следующее из этого явление гиперсекреции желез верхних дыхательных путей. На слайде представлена сравнительная частота побочных эффектов альфа-аденодреноблокаторов. Аритмия больше склонен вызывать доксозозин. Ортостатическую гипотензию терозозин. Рефлекторная тахикардия встречается с соизмеримой частотой в 1,5% при применении всех препаратов этой фармакологической группы. В целом наиболее благоприятный профиль безопасности у представителей третьего поколения тамсулозина. А теперь посмотрим сколько уже проведено исследований для доказательства эффективности и безопасности изучаемых препаратов. Итак, по альфазозину уже проведено 62 исследования, по доксозозину 272, по терозозину 121 и по тамсулозину 101 исследования. Необходимо отметить, что часть исследований доксозозина и терозозина посвящена их гипотензимному эффекту. Рассмотрим наиболее яркие и интересные результаты исследований по каждому препарату. Начнем с альфазозина. Альфазозин и прозозин равны эффективно, но альфазозин дает меньше побочных действий. Принципиальной важности информации с приемлемой доказательной базой. Поколения альфа-блокаторов различаются не эффективностью, а переносимостью, то есть профилем безопасности. Вообще с момента появления в клинической практике альфа-блокаторов никто и никогда не предъявлял претензии к недостаточной их эффективности. Вопросы были только по большой частоте побочных действий. Альфазозин эффективнее монотерапии феностеридом. Очень может быть, если исследование длилось не больше нескольких месяцев и не было жесткого отбора пациентов. Вообще феностерид, в отличие от альфа-1-адреноблокаторов, очень чувствительен к отбору больных. Альфазозин и теразозин равны по эффективности и безопасности. Ну, в принципе, ожидаемо, а не представители одного поколения. Альфазозин и тамсолозин по влиянию на эректильную функцию соизмеримы с плацебо. Альфазозин эффективен при камнях нижней третьей мочточника размером до 3,5 мм в диаметре. Доксозозин эффективен для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Это по результатам систематического обзора. По гипотензимному эффекту доксозозин соизмерим с мочегонной дозой гипотиозида. Достаточно странное сравнение. Вазоактивный альфа-1-адреноблокатор не может выступать полноценной альтернативой тиозидному диуретику. Но провели исследование, эквивалентность доз доказали. У больных артериальной гипертензии на фоне сахарного диабета доксозозин уменьшает инсулинорезистентность. Очень хорошие дополнительные свойства препарата. Урологи тоже заинтересованы в нормальном углеводном обмене у своих больных. При тяжелой гипертензии доксозозин эффективен лишь в составе многокомпонентной схемы терапии. Но здесь больших новостей нет. Монотерапия альфа-1-адреноблокаторами – это прерогатива урологии. Терозозин эффективен для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Эффективнее монотерапии феностеридом. Не уменьшает размер простаты, не снижает уровень простат специфического антигена. Результат систематического обзора. По гипотензимному эффекту терозозин соизмерим с доксозозином. Представители одного поколения. Вполне можно ожидать. При гипертензии эффективна комбинация терозозина и метилхлортиазида. Очень редко применяемая, можно даже сказать, экзотическая комбинация для современной кардиологической практики. И, в принципе, для этого есть свои причины, о которых чуть ниже. Тамсулазин. Эффективен для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы. При повышении дозировки более 0,4 мг в сутки эффективность растет незначительно. Но существенно увеличивается частота побочных действий. Результат систематического обзора. Это еще одно подтверждение общеизвестной в фармакологии установки. Любая селективность есть явление очень относительное и строго дозозависимое. При повышении дозировки выше среднетерапевтической селективность исчезает очень быстро. Тамсулазин. Безопаснее терозозина и прозозина у пожилых пациентов и больных артериальной гипертензией. Тамсулазин эффективен при конкрементах нижней третьей мочиточника. Теперь посмотрим результаты систематических обзоров по альфа-адреноблокаторам. Итак, терозозин, альфазозин, прозозин и тамсулазин продемонстрировали соизмеримую эффективность для лечения аденомопредстательной железы. Альфа-адреноблокаторы улучшают липидный профиль, но не увеличивают выживаемость пациентов, страдающих хронической сердечной недостаточностью. Ну и самое интересное, и, к сожалению, малоприятное. Альфа-адреноблокаторы могут повышать риск развития сердечной недостаточности у пациентов кардиологического профиля. Ну, за счет синдрома обкрадывания. Подведем итог по результатам клинических исследований. Все имеющиеся в современной урологической практике альфа-адреноблокаторы обладают соизмеримой эффективностью для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Также все они могут назначаться с целью литокинетической терапии при камнях нижней третьей мочеточника небольшого размера, имеющих тенденцию к самостоятельному отхождению. Тамсулазин имеет преимущество по безопасности у пациентов пожилого возраста и пациентов, страдающих артериальной гипертензией. Кроме того, альфа-адреноблокаторы не являются препаратами выбора для лечения пациентов кардиологического профиля. Отсюда следует один важный вывод. Периодически встречаются рекомендации по назначению малоселективных альфа-адреноблокаторов пациентов, имеющих сочетание аденомо-предстательной железы и артериальной гипертензии. Вот с точки зрения современных представлений о фармакологии альфа-адреноблокаторов такой подход расценивается как ошибочный. Одним из значительных, серьезных, лимитирующих факторов, препятствующих широкому назначению высокоэффективных препаратов третьего поколения, является экономический аспект. Возможным выходом из сложившегося положения можно считать применение качественных дженериков. В настоящее время на отечественном рынке имеется 23 дженерика тамсулазина. Некоторые из них представлены на слайде. Какой же выбрать? Согласно результатам отечественного, независимого исследования, проведенного в 2009 году, среди препаратов тамсулазина, имеющихся на отечественном рынке, наибольшее сродство к простатспецифическим альфа-адренорецепторам проявил наряду с оригинальным омником дженерик Фокусин. Фокусин выпускается фирмой Зинтива, Чехия, в стандартной дозировке 0,4 мг, в упаковке 30 или 90 капсул. Стоимость месячного курса Фокусина в стандартной дозировке 0,4 мг в сутки составляет примерно 400 рублей, что более чем в полтора раза экономичнее по сравнению с аналогичным курсом Омника. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok